Удовлетворили всех, кроме себя. Сразу после трехсторонней встречи в Брюсселе президент Азербайджана позвонил старшему брату в Анкарю и доложил о результатах переговоров. Алиев был доволен, даже удовлетворен. Еще бы, по его словам, стороны пришли к договоренности об открытии Зангизурского коридора, включая строительство железной и автомобильной дорог. Еще бы, обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений на основе пять принципов, ранее представленных Азербайджаном. В общем, Алиев говорил Эрдогану, что брюссельская встреча принесла Баку кучу плюсов. Довольным остался от этой встречи и посредник, глава Европейского совета Шарль Мишель. Его удовлетворение обусловлено рядом факторов. Например, тем, что мы рассмотрели весь комплекс вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе разминирование, усилия по освобождению пленных и решению судьбы пропавших без вести. Словом, зафиксировали прогресс под эгидой ЕС, согласитесь, для Мишеля это повод для оптимизма. Другим таким поводом является то, что по его словам, стороны согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахичеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. С точки зрения логистических, экономических и геополитических задач Евросоюза, разумеется, это весьма позитивный результат переговоров. Довольным остался от трехсторонней встречи в Брюсселе и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель. Приветствуем третью по счету трехстороннюю встречу, организованную главой Европейского совета с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе. Надеемся увидеть конкретные шаги, которые поддерживают динамику движения к устойчивому миру. По словам Барреля, Европейский союз продолжает активно участвовать в усилиях по установлению стабильности и примирению в регионе, — написал Баррель в своем твиттер, комментируя результаты брюссельских переговоров. Доволен Брюсселем и госсекретарь США Энтони Блинкен, с которым состоялся телефонный разговор Пашиняна. Госсекретарь в беседе с Пашиняном подчеркнул важность нормализации отношений между Арменией и Турцией для обеспечения мира, стабильности и процветания во всем регионе. Согласно сообщению госдепа США, в ходе телефонной беседы стороны обсудили положительный импульс к миру на Южном Кавказе. Госсекретарь предложил помощь в усилиях по делимитации и демаркации границ и призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей. Он подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем на Южном Кавказе и подтвердил поддержку США переговорам между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном при посредничестве ЕС, госсекретарь Блинкин подтвердил готовность США помогать на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе в рамках нашей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Армении и Азербайджану достичь долгосрочного и всеобъемлющего мира. Таким образом констатируем, что в Брюсселе имел место акт, удовлетворивший прежде всего Баку и Анкарю, а еще Брюссель и Вашингтон. Тут, кстати, стоит обратить внимание на еще одну столицу, Москву, из рук которой фактически ускользает в руки Запада миссии основного посредника. Но реакция российской стороны на брюссельские результаты оказалась весьма сдержанной. Точнее, оценок не было. По крайней мере публичных. Логично было бы в числе бенефициаров брюссельской тусовки обнаружить и Ереван. Увы, среди выгодоприобретателей армянской стороны нет. В Ереване даже власть не экстазирует от ее, тусовки, результатов. Даже Пашинян в разговоре с госсекретарем США не смог сдержать досаду, пожаловавшись, после переговоров звучат комментарии, не имеющие ничего общего с состоявшимися обсуждениями. Кого имел в виду в этом контексте Пашинян, не уточняет его пресс-служба. Может жаловался на удовлетворенного Алиева или Мишеля, а может на армянскую оппозицию, которая зафиксировала откровенно антиармянский, капитулянский дух и содержание прошедших переговоров и достигнутых договоренностей. Это в принципе не так уж и важно. Важно другое. Среди удовлетворенных нет ни Армении, ни Арцаха. И их не может быть потому как политика Пашиняна заточена на то, чтобы за счет армянских интересов удовлетворялись чужие.